Из-под почернивших бревен до сих пор валит пар от нагретой огнем земли, печных кирпичей и углей. Это пепелище – все, что осталось от трех домов, соединенных одной крышей. Сообщить о пожаре к соседке прибежал хозяин дома, когда вернулся с реки в начале 10 вечера. Вызывать пожарных сразу же начали и случайные очевидцы. Женщина, которая ехала в город, она увидела, что дым из середины дома через крышу идет, и она вызвала пожарных. И она вот здесь вот ждала, когда пожарных еще не было. Она говорит, так час целый, стоим час, ждем, и пожарных нету. Я опять звоню пожарную. Там женщина-диспетчер говорит, слушайте, самая ближайшая точка пожарных – это Череповец. Уже сегодня в МЧС нам дали другую информацию. Уточнили, что вызов получили в 21.36 и отправили на место ЧП машину с ближайшего пожарного поста из Яганово. По данным службы пожаротушения, уже в 21.44 первые огнеборцы были на месте. К тому моменту половина дома горела открытым пламенем высотой в 15-20 метров. Уже обвалилась крыша. Поняв, что сам дом уже не спасти, пожарные начали проливать соседнее строение. Воспламенение, когда происходит в домах, это первое там, буквально в течение пяти минут можно что-то отстоять. Если мы приехали, вот последнее здание начали отстаивать, но там хотя бы наружная стена осталась, но все равно уже огонь-то изнутри пошел, и нам уже было ничего не сделать. Ну, не это самое, уже просто спасали соседнее здание. Пожарный пост в Яганово появился в 2016 году, когда аналогичный пост закрыли в деревне Демидова. Сейчас на троих работниках пожарного поста лежит защита от огня 35 деревень Ягановского сельского поселения. И вчера весь личный состав тушил этот пожар и отстаивал соседнее строение. В 22.10 подъехали пожарные машины из Череповца, затем из Воскресенского, Ершова и Суды. Общими усилиями потушили остатки дома, не дали огню поглотить соседние сараи, бани и гараж с дровами. Площадь пожара составила почти 138 квадратных метров. И вопрос, что не позволило ликвидировать его раньше – позднее сообщение или долгий путь пожарных – остается открытым. В противопожарной службе области рассказали – всего в Череповецком районе открыто 6 пожарных постов, и этого явно недостаточно. Зачастую финансирование не позволяет даже нанять сотрудников. И тогда водитель машины становится и диспетчером, и огнеборцем в одном лице. У нас район выезда достигает в одну сторону больше 50 километров по сельским дорогам. Эта машина едет к месту вызова, пожарный расчет прибывает более чем час. А когда горит дом, через час, даже если вы только-только позвонили и сообщили, а еще позднее сообщение, позднее обнаружение, иногда мы приезжаем просто к такой картине. За 10 лет существования службы новые пожарные посты открылись только в Новом Домозерове и Шалимове на средства сельских поселений. Еще один в этом году планируют открыть в Мяксе, где страшные пожары уже унесли жизни нескольких взрослых и детей. Однако и там возникли проблемы с помещением для поста и комплектованием сотрудниками. И в таких стесненных условиях работы пожарным добавляют сами жители деревень. К сожалению, у нас люди при строительстве не соблюдают элементарные правила по соблюдению противопожарного режима. То есть здания пятой степени нестойкости, деревянные, необходимо как минимум 15 метров соблюдать, для того, чтобы в случае возникновения пожара в одном из зданий не было перехода огня на другое. Сохранить то, что уже построено, могут помочь добровольные пожарные дружины на местах, а не раньше, чем сотрудники МЧС, могут приступить к тушению огня. Пока только одна дружина появилась в Коротово. Но если таких команд станет больше, выгоревших до тла домов станет меньше. Анастасия Хаткова, Егор Плюснин. Новости.